Мы два года назад здесь были, ровно в 21-м году. Приезжали тогда с губернатором, стояли на той стороне, смотрели. В динамике видно, что изменения значительные. Задачу защитить край от наводнения поставил перед руководством региона в 2013 году Владимир Путин. Прошло почти 10 лет, и строительство дамбы близится к концу. Но вопрос с понтоном Батапортом, плавучим судном, которое будет выполнять роль ворот при входе в Затон, до сих пор окончательно не решен. Выяснилось, что его насосы, которые были установлены по проекту, недостаточно сильны, и их нужно заменить. Батапорт проектировала компания из Владивостока. Своей ошибки, по словам краевых чиновников, она не признала. Руководитель совсем не вошел в ситуацию, от слова совсем. Мы их приглашали в тестовые испытания, причем несколько раз. Они отказались приезжать, они не приехали. И позиция такая, мы вам нарисовали, мы не знаем, то есть дословно, мы не знаем, что вы там построили. Мы вам чертежи отдали, и все. Проблему с насосами Батапорта силами края решат уже в следующем сезоне. Но испытания судна необходимо проводить при отметке Амура не меньше 6 метров. А при этих значениях в Хабаровске уже возникает чрезвычайная ситуация. При уровне в 4,5 метра устье Затона начинают пересыпать, чтобы не допустить закопления прибрежных территорий. Здесь очень важный вопрос, сейчас краю нужно будет решить, как провести испытания этого гидросооружения, не дожидаясь именно в этом месте этих условий. Потому что, не дай бог, что-то пойдет не так, это устройство не сработает, то в городе Хабаровске возникнут проблемы. То есть сейчас коллеги думают, как провести испытания в других частях водного объекта, для того, чтобы понять, этот объект может гарантировать безопасность городу Хабаровску или нет. Еще один очень важный вопрос, который обсудили на совещании с федеральным министром – пожароопасная обстановка в регионе. Космические спутники зарегистрировали с начала года в Хабаровском крае 76 ландшафтных пожаров на общей площади в 6,5 тысяч гектаров. Это в 16 раз больше, чем в прошлом году. У вас абсолютно негативная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на сегодняшний день 27 лесных пожаров, 707 гектаров пройдено огнем и 26 гектаров средней площади одного пожара. А в прошлом году за этот период было просто ноль. С 21 марта Рослесхоз проверяет готовность края к сезону лесных пожаров. Проверка продлится до 7 апреля. Она уже показала нехватку 27 пожарных. Выяснилось, что вакансии были закрыты за счет совмещения должностей. По закону это не запрещено, но людей действительно не хватает. Региону дан срок до 7 апреля набрать недостающие кадры. Основная задача – это своевременно, вовремя реагировать на пожары. Мы знаем, что своевременность и оперативность реагирования, то есть любой пожар можно потушить ведром, по сути, если вовремя отреагировать. Основная причина перехода огня в лес – ландшафтные пожары. На это властям региона рекомендовали обратить особое внимание и начинать уже штрафовать за нарушение особого противопожарного режима. Ни одного административного протокола, ни одного наказания, ни одного лица, который бы за это ответил. Но при этом мы тушим за прошлые сутки 200 гектаров лесу, большая часть которых возгорание произошло как раз из-за перехода этих ландшафтных пожаров. Сократить площадь и повысить оперативность тушения лесных пожаров – это первоочередная задача, которая стоит перед властями региона. Наталья Чернышева, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.